Французского футболиста, но он тоже африканского происхождения, правда, тунистого. Павлюченко. Не очень уверенно Даниэль Ебуа сыграл голкипер сборной Кот Дюара. Так по ладошке пихнул мяч дальше. Ну и в касание решил бить Роман Павлюченко. Но опасно и не опасно, а тем не менее вторая уже атака. И вновь мы перехватываем мяч. Атака через правый фланг на быстрого мяч. Быстров у Тиене мяч забрал. Ударом бы все еще дело закончить. И ударом дело действительно закончилось. Ну там вот здесь, находясь около кромки, надо отметить, что африканская сборная производит впечатление очень атлетичной команды. Ну, собственно, то, что и отличает. Ну, специалист, но вот тем не менее первые минуты весь в игре, весь переживает. И, конечно, следит в том числе и за этим моментом. Да, похоже, что не очень уверенно на выходе чувствует себя Даниэль Ебуа. Второй раз он уже ошибается достаточно. Загоев или Павлюченко? Вообще под ногу Роману, конечно. Павлюченко. Удар со штрафного. Да, на линии он выглядит гораздо увереннее, чем после навесов. Даниэль Ебуа со второй попытки, но забирает мяч в руки. Давайте еще раз посмотрим, как Павлюченко исполнял. Ага, вот тут разбежались два футболиста сборной России. Гнашевич и Быстров, и как раз пробил вот в освободившийся пространство. Тут еще и на самом деле игра рукой была. Была, была, была. Вступают в отбор и мяч забирает. Абдул-Кадыр Кейта. О, как здорово. И Файзулина Ищенникова обыграл передачу на ближнюю штангу. Вот эти атаки правым флангом. Загоев. Есть навес. Глушаков. Сказать, что неприятно. Драгва. Ближний угол. Сейчас стало даже слышно у болельщиков сборной Кот-де-Вуара. А их, надо сказать, довольно немало. Там человек, наверное, 100-150. Очень активно, очень шумный сектор. Где-то примерно в 30 метрах от нашей позиции. Денис. Розак. Передача направо. Кейта. Обыграл опять Щенихова. Опять обыграл. Акинфеев. На половине поля сборной России сейчас идет игра. Нет положения вне игры. Яя Туре. Прострел. Новичок команды. Так что будет интересно понаблюдать и за этим футболистом. Артений Логашов из Анжи. Ему всего лишь 20 лет. Драгва. Уже в штрафной. Передача чуть назад. В меньшинстве посмотреть. Одно из таких наиболее... Вот как раз Логашов с мячом. Денисов. Капитан решил. Капитан сделал. Последовал удар в дальний угол. Треть матча позади. Два или три уже таких удара мы видели. Ну и самым опасным моментом возле ворот сборной Кот-де-Уара пока остается штрафное до исполнения Романа. Павлюченко. Навес. Что-то было не самое. За боковую линию. Денисов. Прекрасно. И опять Денисов. Глушаков. Бьет Глушаков. Игнашевич. Естественно в штрафной. Павлюченко, Березуцкий и наиболее высокорослые наши футболисты. Подача следует. Иба. Решил играть в этот раз попроще. Игнашевич. Чересчур по болельщикам. Не хватает немножко точной передачи в центре. Удар поворотом. Драгба. Яя Туре. Ой, как на Драгба. Держать его нужно. Вроде бы очевидную передачу делал Яя Туре. Но она вдруг прошла. И так как будто проткнула оборону сборной России. Давайте мы еще раз посмотрим. Мяч прошел между ног у Игоря Денисова. Но дальше, правда, Игнашевич действовал уверенно. Логашов. Быстров справа. Мяч только у него был под левой ногой для удара. Однако Владимир зарабатывает сейчас очередной интересной штрафной. И мы знаем точно. Мне кажется, это здорово, да, что Капелла в первом матче дает шанс с обоим нашим голкиперам. Есть! Алан Загоев со штрафного отправляет к ночь в дальний угол. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. 1-0. Три мяча от Загоева на поле, да? Ну и получается, что эпоха адвоката заканчивалась хорошим выступлением Загоева. А эпоха Капелла этим же и начинается. Хорошо бы и дальше, да. Поздравляем мы Алан Загоева с очередным мячом в составе сборной России. 1-0. То, что я далек, в общем, от того, чтобы через шур захваливать нашу сборную. Понятно, что работы еще очень много. Но вместе с тем... Но вместе с тем заметно, что правила нарушали так часто. Давайте еще раз посмотрим. Вот так Алан Загоев открыл счет сегодняшней встречи, четко реализовав штрафной. Какой же статный. Я и от Уре. Вот одно удовольствие наблюдать. Действительно, такой... Есть выражение столб обороны. Это, наверное, столб команды. Столб команды. Тут еще драгба есть. Передачу делает. Очень опасно. Штанга! Ну что ж, повезло сейчас. Дядя Драгба нашел передачи. Розак изо всей силы пробил в ближний угол. Да, Драгба гений, конечно. Страшной силой удар. Угол, да, был острый. Но ему это не помешало. Он с расстоянием не считался. Но, на удивление, очень спокойно. Без эмоций. Но, видимо, есть определенная установка, которая была, может быть, и до матча, и перерыве. И... Аршавин. Какой удар с левой ноги. Хорошую атаку сейчас футболисты сборной России через центральную зону провели. Кокорин прорвался. И мяч все-таки, несмотря на ожесточенное сопротивление, попал в Денису Глушакова. И, не говорится, вот сейчас мяч контролирует. Причем контролирует на нашей половине поля. За 15 примерно минут до окончания этого матча. Опять опасно. Они нам все-таки забили. Давайте еще раз посмотрим. С фланга пришла атака. А как вырезал с левой эту передачу футболист сборной под Тивуару? Вот смотрим еще раз. Градель, конечно, умницей. То, что пробил. Но как-то вот так получилось, что и пробил, и добивание первое успел. Хотя вроде как не один находился-то изначально. Не доиграли наши защитники до конца этот эпизод. А вот Градель доиграл. Ну и Фабио Капелло. Да. Драгба или Закара. Драгба. Малафеев мяч выбивает из нижнего угла. Помнишь, Дим, похожий, правда, чуть-чуть эпизод на тот, когда в первом тайме Павлюченко бил? Да, да, да. Соглашусь. Ну и классно сыграл Малафеев. И удар сейчас, конечно, удался. Не стал Вячеслав рисковать. Просто выбил мяч. Угловой будет. Драгба. Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч. Дважды позвольте пробить. Дважды Граделю. Пал этого сегодня не сделал. Но, тем не менее, у нас другая сборная. Она... Отличается от того, что... Агрессией и, кстати, нарушениями правил тоже. Сборная России первая вышла вперед, однако... Продолжение следует... Продолжение следует...